Господа, всем привет! С вами сеть магазинов Повелитель Воздуха и сегодня у нас рейтинг электрических обогревателей. Построен он вокруг трех критериев. Первое, это комфорт использования. Второе, это технологичность устройства. И третье, это насколько прибор может быть энергоэффективным, то есть может ли он экономить электроэнергию. Господа, 100% вы купите для догрева или использования в межсезонье что-то вот из этого, потому что это самое популярное. Инфракрасные обогреватели мы специально вынесли в сторону, потому что они не для квартиры, они для помещений с такой себе теплоизоляцией. Внутри каждой из категорий есть решение попроще и намного интереснее. Так что мы вам об этом тоже тезисно расскажем и вы будете понимать, а что конкретно нужно покупать. Тепловетерки, это самые примитивные обогреватели, которые только есть. Перед вами сейчас их два. Один попроще, условно за 700 рублей, другой примерно за 2500. С точки зрения тепла все одинаково, с точки зрения комфорта использования все тоже абсолютно одинаково, но технологические отличаются достаточно сильно. Здесь технологий никаких нет, здесь все супер примитив. Просто стоит стич нагревательный элемент, то есть нехромовая нить, которая раскаляется до красна, дешевый пластик, никакой регулировки. Ну то есть выставляете какую-то температуру там и все. А здесь уже стоит 5С, то есть керамический нагревательный элемент. Глобально ни тот, ни другой нельзя оставлять без присмотра, ставить на ночь и так далее. Никакой речи о том, чтобы там на центральное отопление поставить, ну вообще и идти не может. Где их использовать? Ну вот я вот по своей памяти помню, что они всегда стояли у нас где-нибудь в кабинетах в Шираге. То есть ты приходишь, там сидят как бы сотрудники учебного заведения, ну и вот собственно они их как-то греют. То есть поставить это домой это неудобно, потому что с точки зрения комфорта, это штука, которая греет куда-то, направленно, подает воздушный поток, который перемешан с пылью, будет специфичный запах, потому что вся пылючка будет гореть. Словом, ничего комфортного абсолютно нет. И так получается, что никакого вот промежуточного значения между устройством там за 700 рублей и за 2500 нет. То есть глобально все отличается, либо будет суперпростой нагревательный элемент, либо что-то поинтереснее. Конечно, керамику уже можно обвязать там более сложными настройками, типа выбор мощности нагревательного элемента. Боит он там, например, максимум 2 кВт с претензией на то, чтобы греть помещение 20 квадратов. И там распределят мощность, например, на три ступеньки. 800 Вт, 1200, либо 2 кВт. Но как бы покупая его, нет смысла ставить его на 800. Его просто ставишь там на 2 кВт, и тебе тепло. Все. И говорить о том, что, например, он может обогреть даже хорошо теплоизолированное помещение. Ну, он в принципе сделает жесткое тепловое пятно в той стороне, куда он будет дуть. А там, где он дуть не будет, там будет максимально некомфортно. Поэтому тепловетерок дешево, сердито. Рекомендуем ли к покупке? Ну, наверное, только в условиях суперограниченного бюджета. Но вы должны понимать, никакой оптимизации по расходу электроэнергии здесь нет. То есть его покупка имеет смысл. Если вы знаете, что вам нужно что-то чем-то греться в течение там пары часов в день и не более того, тогда да. Но без присмотра оставлять однозначно нет. Масленки. Это классика электрического обогрева. Но не потому, что они такие вау-технологичные и классные. А просто потому, что они всем напоминают привычные батареи и существуют на рынке достаточно давно. Вот сейчас перед вами две модели. Базовый электролюкс и совсем не базовый электролюкс. Отдает масляный радиатор тепло одновременно двумя способами. Первое – это конвекция, то есть когда холодный воздух проходит через низ, проходит через ребра устройства и устремляется наверх уже согретым. И второе – это инфракрасный обогрев. Ну, правильно сказать, теплоперенос, то есть когда подносим ладонь и чувствуем тепло. Если мы говорим о помещении, в котором стоят пластиковые окна, то туда масляные радиаторы ставить можно. Они в целом подходят для помещений, где с теплоизоляцией все в норме. Ставить его, например, куда-то на проходную – ну, хорошо, от теплопереноса, от того, что будет локальное тепловое пятно. Ногам будет комфортно, но чтобы он прогревал воздух – нет. Это все-таки история о квартирном использовании. Комфорт использования такой. Он будет постоянно щелкать, включаясь и выключаясь, по мере достижения отклонения от заданной температуры. Будут слышны, как лопаются пузырьки масла, и вокруг него будет тепловое пятно. Технологичность устройства здесь строится вокруг трех пунктов. Первое – это толщина листа стали. Чем толще, тем лучше, и тем, соответственно, будет ниже температура поверхности корпуса. Потому что у каких-то она может быть на уровне 100 градусов. И, по-моему, когда 100 градусов весь масляный радиатор – это как-то, ну, не совсем прикольно. Следующее – это какое масло используется? Синтетическое или минеральное? Например, какое-то может быть пожаробезопасное, какое-то пожароопасное. Соответственно, если у нас толстый лист стали, если у нас здесь минеральное масло, то прибор будет дороже. И третье – ну, это прям совсем редкость – это форма ребер. Посмотрите, здесь они изогнутые. Это не просто так сделано для того, чтобы, так скажем, дать больше конвекции. И как раз для помещения с хорошей теплоизоляцией – это то, что нужно. Но вот такое вот со странными классными ребрами Electrolux Wave – он один, все, других нет. И вроде как бы, да, классно, возьму Wave. Но вопрос – а зачем? Потому что вот он будет стоить там 8 тысяч, там 9. И ты ты кидываешь 2 косаря и покупаешь инверторный конвектор. И спрашивается, и как бы, а зачем этот был нужен? Потому что хочется масляный радиатор? Ну, если так, то пожалуйста. Но с точки зрения рациональности не вижу смысла. Энергоэффективность? Здесь ее нет. Потому что используется здесь стандартная пара из механического термометра, термостата, который отнюдь не отличается точностью определенной температуры. И вопрос, как бы, зачем это все? Будет перегревать? Будет некомфортно? Так что, если вы хотите, чтобы было экономично, это тоже не о масляном радиаторе. Конвекторы электрические подходят для помещения только с хорошей теплоизоляцией. Принцип работы – конвекция. Как все происходит? Холодный воздух заходит через низ, проходит через конвекционную камеру, там нагревательный элемент, согревается и выходит через воздухораспределительные жалюзи. С точки зрения обогрева – конвекция в чистом виде, никакого инфракрасного. Если, например, сравнивать с маслом, подходя к нему, и подходя, например, 10-15-20 см, будешь чувствовать локальное пятно тепла. Здесь нет, даже поднося руку, если не к жалюзи, а к любой другой части на расстоянии 1-2 см, тепла, по сути, никакого не будет. Торцы, по крайней мере, у этих моделей всегда холодные, и за них всегда можно взяться. То есть, с точки зрения обогрева для квартиры, это прям лучшее, что есть. Две модельки. Базовая от Балу и технологический флагман от Электролюкс – инверторный Рапид. Чем отличаются? С точки зрения комфорта использования, если говорим про работу в моменте, они абсолютно одинаковые, дадут одинаковое количество тепла. С точки зрения технологичности, здесь она вся сосредоточена в нагревательном элементе, здесь в нагревательном элементе, мало того, здесь они равнозначны, но здесь прям вау мозги. И, например, какой из них купить? Если вы понимаете, что вам конвектор нужен точно так же, как тепловентилятор, на 2-3 недели пользоваться, вы им будете 2-3 часа в день, берете самый дешевый, соло-турбо, вам с ним будет хорошо. А если вы понимаете, что претензии на использование уже 10, 12, 14 часов в день, и пусть даже те же самые 2-3 недели, то уже нужно по-любому брать инверторный, потому что будет все сильно экономичнее. Энергоэффективность обогревателя можно тезисно описать так. Он будет кушать электричество меньше, чем любой другой. В чем смысл? Смотрите, мы включаем любой обогреватель. Например, у вас дома плюс 18, осень, вы хотите дома плюс 24. Как сработает обычный обогреватель с механическим управлением? Вы его открутили на какую-то температуру, например, на 24. Вот, он начинает греть, он приходит к планке 24, и по-хорошему, боевому, выключится. Но ввиду того, что у него простой механический термостат, то 90% будет погрешность в определении температуры. И он перегреет, скорее всего, там градуса на 2. То есть, например, догреет до 26. И вот эти плюс 2 градуса, они все равно же, они будут сколько стоить по электроэнергии. И также увеличится дельта температура между температурой воздуха снаружи и внутри помещения. И, соответственно, будут больше теплопотери помещения. Поэтому перегревать помещение и греть его с запасом нет никакого смысла. И такие итерации будут происходить постоянно. И плюс, чем выше температура, тем хуже самочувствие человека. Ну, вряд ли как бы вам хорошо, когда вы привыкли, что 24, а когда у вас там резко раз 28-29, комфортно? Нет, не комфортно. Что сделает инвертор? Те же плюс 18 доходят до 24, но по мере приближения к 24 он будет сбрасывать мощность нагревательного элемента сам. И за ним следить не надо. Его задача быстро дойти до 24, по мере снижая мощность, при этом не перешагивая отметку в 24. Вот это инвертор. Он может. И в рамках лабораторных исследований он показывает экономичность по сравнению с любым другим обогревателем на механическом управлении. Порядка 78%. На практике стоит, конечно, ждать где-то 30-35, но если мы говорим про сезонную энергоэффективность, это чудовищно много. Поэтому, господа, хотите экономии, хотите классный обогреватель, который вы покупаете там один раз и на очень долго, даже в рамках эпизодического использования, инверторный электролюкс рапитает лучшее, что сейчас есть. Итого, господа, номер один это, безусловно, инверторный конвектор. Не хотите конвектор привыкли к маслу? Пожалуйста, электролюкс вейв, замечательная модель. Понимаете, что нужно что-то просто максимально дешевое? Возьмите тепловетерок, но просто с керамическим нагревательным элементом, потому что это немного дороже, но значительно безопаснее, чем просто какой-то стич. Господа, купить можно у нас в Москве, в Екатеринбурге и с доставкой по всей России. Есть вопросы? Добро пожаловать в комментарии. Мы читаем все комментарии на вопросы со смысловой нагрузкой, но без ярко выраженной репетативности мы отвечаем. На этом я откланяюсь и до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok